На связи с нами свидетель Ходжалинского геноцида, украинский пилот Леонид Кровец своими собственными глазами видел, что сотворились с жителями Ходжалы армянские бандформирования. 366-й мотострелковый полк бывшего СССР, расквартированный в городе Ханкенды. Леонид Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошло уже 29 лет, но забыть весь тот ужас, который пережил азербайджанский народ 29 лет назад, невозможно. Мы помним и чтим память безвинно убитых мирных жителей города Ходжалы, стариков, женщин и детей. Нелегко вспоминать об этом, но, тем не менее, забыть такое нельзя. Как вы оказались тогда на месте событий? Что увидели? Давайте вспомним, как это было. Ну, это был... Мы готовили 366-й полк к выводу из Нагорного Карабаха. И, в общем-то, ну, каждый день были полеты в Нагорный Карабах. Мы туда доставляли топливо, медикаменты, забирали оттуда солдат, офицеров, выпускников. То есть полк готовился к выводу, топливо завозили, чтобы техника вся вышла. И вот как раз 26-го числа, возвращаясь из Ханкенди, и мы летели по маршруту Ханкенди-Агдам, то увидели на склоне горы непонятное количество вещей, цветных вещей, просто были разбросаны. Это сразу бросилось в глаза, так как это была зима, и на снегу, на траве это выделялось очень. Ну, это привлекло внимание, потому что вчера еще этого не было на этом поле. Опустившись, мы увидели, что это были убитые люди. Вот так вот, в общем-то, мы и обнаружили это все дело. То есть это случилось буквально, мы еще не знали, что был штурм, не знали, что уже случилась эта трагедия. Это случилось буквально где-то в районе 10-11 часов утра, то есть буквально через 10-12 часов после штурма. Мы увидели это поле погибших людей, огромнейшее, длиной где-то метров 500-600 по направлению Магдан. Полоса, ну, такая вот, я ее назвал, дорога смерти. Бежало огромнейшее количество тропов. И, в общем-то, вот так вот. Ну, мы первые получилось, что узнали об этой трагедии. Еще никто не знал, что она случилась, потому что практически вышедших из Хаджалов в ту ночь, ну, еще не было людей. То есть никто даже не знал, что был штурм, что погибли люди, стрельба там была, в общем-то, ну, как бы, не было информации. То есть получилось так, что мы первые обнаружили это поле. В каком состоянии были тропы? Ну, это была группа расстрелянных людей. Причем было видно по характеру положения тел, что люди шли в направлении Агдама, уходили из Хаджалов и попали под огонь. Причем огонь был настолько прицельный, я даже не понимаю, как ночью можно было так организовать это, потому что все люди, ну, как бы, они даже не успели разбежаться. То есть вот прям такая полоса шириной 100-150 метров и длиной метров 600-700. Ну, мне показалось, что там, тогда это, я уже, как бы, два года служил за Кавказией, каждый раз мы летали в Карабах и видели разные виды трагедии. Вот такое массовое это было впервые. Нам показалось, что там несколько тысяч людей находится, потому что, ну, просто вот коридор, коридор из группов. Леонид Маркович, второй мой вопрос, он будет касаться так называемого гуманитарного коридора, о котором так любит говорить армянская сторона, что якобы жителям Хаджалы он был предоставлен. Но на самом деле его не было, людей жестоко убивали, когда они пытались спастись. А что вам известно о так называемом коридоре для мирных жителей? Ну, фактически люди шли по этому коридору. Это было кратчайшее расстояние, чтобы перейти через склон горы, за ним они не дошли до Агдама 2 километра. В основном это были женщины, дети, были старики. Когда мы опустились пониже, ну, мы увидели, что именно цветная одежда, женская одежда, там голубые платья, красные, зеленые, ну, такие светлые мужчины обычно в темной одежде ходят. Это в основном были женщины. Это и был гуманитарный коридор, который де-факто стал для них смертельной ловушкой, и они все в нем погибли. То есть они или было сказано идти туда, или это было инстинктивно по... Там было две дороги. Через Аскеранские ворота можно было выйти по земле, но Аскеран был в руках армянских военных группировок, и поэтому они пошли кратчайшим путем через гору. Это тяжело, ночью, снег. Вот, но это было, вот, если так брать, то это местные жители знали эту дорогу, очевидно, и они думали, что вот они сейчас перейдут через эту гору, и там уже Агдам, там уже Азербайджан, они будут в безопасности. Очевидно, вторая сторона знала, что они пойдут этой дорогой, потому что им просто не дали даже разбежаться. То есть такое ощущение, что это была тщательно спланированная акция. Вот, ну, как это можно было сделать в условиях ночи, условиях боя, в это время уже еще шел бой, я не представляю, но получилось... Самый страшный сценарий был исполнен как раз на этом сплоне. Это и есть, в общем-то, форма геноцида, и неважно, сколько людей убили, одного, двух, десять, а там исчисляются жертвы сотнями. И, ну, я считаю, другого объяснения нету. Это спланированная военная акция по уничтожению гражданского населения, мирного. Причем я понимаю, когда шел бой за хаджалы, и мужчины защищали свои дома, а военные с противоположной стороны армянских нападали. Это еще можно понять как военный конфликт, но во всех войнах стараются или предоставить коридор, или не трогать гражданское население. Ну, а тут, в общем-то, была спланирована акция по их уничтожению. Леонид Маркович, спасибо вам большое. Мы знаем, что вы не любите давать интервью, вспоминать те события, но, тем не менее, спасибо, что уделили нам время. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Напомню, на связи с нами был украинский пилот, свидетель геноцида в хаджалы Леонид Кровец. Продолжение следует...